Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Дима Смирнов, выпускник Скалтеха, совместно со своими коллегами из Санкт-Петербурга Александром Сайченко, Владимиром Дворцовым, Максимом Куколевым и Михаилом Ткаченко, разработал технологию к реохлаждению и использовал ее перед помолом для кофейных зерен. Речь идет о процессе получения молотого кофе из обжаренного зерна, кофе охлаждают до сверхнизкой температуры, размалывают и нагревают обратно до комнатной температуры. Так можно получить более чистый на вкус кофе при обычном помоле ароматные кофейные масла, содержащиеся в зерне, выжимаются из микропор кофейных частичек. Далее они окисляются при контакте с воздухом и улетучиваются. Это ведет к тому, что при заваривании такого кофе в нем уже гораздо меньше ароматных и полезных компонентов. При креопомоле масло в микропорах находится в застывшем виде и при помоле не выдавливаются, а, наоборот, сохраняются внутри частичек, зерно заморозили до минус 100 градусов, помололи и сравнили с помолом при комнатной температуре. Помолы различались по своему виду. Невооруженным глазом было видно, что помол при комнатной температуре более влажный, а креопомол сухой и рассыпчатый, читать далее, создана первая точная карта мира. Что не так со всеми остальными, Уран получил статус самой странной планеты в Солнечной системе. Почему, в НАСА рассказали, как они доставят образцы Марса на Землю.